Мы делаем более современную ракету в рамках существующего международного права. Он мне пообещал помочь в этом плане, чтобы мы не телепались годами при создании управления этой ракетой. То есть я много могу перечислять компетенций, которыми обладает младший брат. Одна из них это строительная отрасль. Когда-то я президенту России сказал, давай мы поможем в данном случае. И приехал Дмитрий Рогозин, вот он здесь присутствует, приехал ко мне. Мы с ним обсудили, что мы можем здесь сделать. Мы можем и промышленно строить объекты, и социальную инфраструктуру. И то, что президент Сионе пригласил пусть младшего брата, но президента другой страны на этот абсолютно секретный объект. И вы вместе со мной приехали. Это говорит о высочайшем доверии со стороны старшего брата. Поэтому я особо не парюсь по этому поводу и не переживаю. Старший, младший. Мы нашли общий язык. Будут выжить здесь, я забыл о всяких санкциях. Вот мы будем работать по всем направлениям. Никакие санкции нас не наклонят, из пути не собьют. И вам советую, не переживайте. Пусть младший брат. Но вместе. Извините, Владимир Владимирович. Продолжают российские журналисты. Пожалуйста, агентство России сегодня. Пожалуйста. Здравствуйте. Мария Сидибэ, Россия сегодня. Я хотела спросить по экономике. Как те беспрецедентные санкции все-таки отражаются на экономической ситуации? Как вы оцениваете это сейчас в макроэкономике, в микроэкономике? Как справляется банковский сектор? Может быть, дополнительная поддержка каким-то отраслям еще требуется? И нет ли риска, что в каких-то отраслях ситуация в ближайшее время может ухудшиться из-за санкций? А также, как это может отразиться на интеграции союзной с точки зрения экономики? Мы уже говорили на этот счет неоднократно. Могу повторить, наверное, только то, что уже сказано было раньше. Тот блиц-крик, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Конечно, есть проблемы, иначе ставка бы не выросла от Центрального банка до 20%. Но, как вы знаете, ЦБ приняло решение о снижении этой ключевой ставки. И, в общем, это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились. Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Я думаю, что вот этот тренд на сохранение макроэкономических показателей, спокойная, ритмичная и профессиональная работа экономического блока, она даст о себе знать в ближайшее время. Хотя, конечно, мы понимаем и видим риски, связанные с логистикой, связанные с расчетами. И это очевидно. Но очевидно также и то, что экономика России достаточно стабильно работает и эффективно. Ну, я не буду все повторять, это вы сами хорошо видите. И курс доллара вернулся к параметрам до начала операции и так далее. Хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать. И они, во всяком случае, наши противники России собираются и дальше усугублять свою деятельность. Но, с другой стороны, здравый смысл, на мой взгляд, тоже должен как-то расставлять акценты. Ну, например, нам создают проблемы с логистикой, с заходами в порты, со страховкой судов и так далее. Мы только что это обсуждали на примере отрасли удобрений. Но если наши партнеры западные ничего здесь менять не будут, то объемы российских и белорусских удобрений на мировом рынке сократятся. Отрасль наша найдет, куда все это деть. Уверяю вас, потому что многие страны, которые мы не относим к разряду недружественных, заинтересованы в получении российских и белорусских удобрений. Без этого не может быть продуктивного сельского хозяйства. А если не может быть продуктивного хозяйства, то тогда не будет и достаточного продовольствия в мире, на мировых рынках. И так уже рост происходит цен на продовольствие. Даже до всех этих событий, о которых мы сейчас говорим. И так рост значительный. Рост цен на некоторые виды удобрений в три раза превышает докризисный уровень. В три раза. И продолжает расти. Все это в том числе связано с ошибками западных стран в сфере энергетики и в газовой сфере. Потому что первоначальным компонентом для производства многих удобрений является природный газ. Вот все это завязано в цепочке, довольно сложно развязываемые сегодня. И не нами созданные проблемы. Но если еще наши партнеры будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, в страховой, в сфере перевозок, в том числе морским транспортом. Ну чего, ситуация будет усугубляться в том числе для них. Ведь недостаточный объем продовольствия, либо запредельно высокие цены на мировых рынках, приведут к голоду в целых регионах мира. А это неизбежно. Следующий шаг – это новые волны эмиграции. В том числе и в европейские страны. Ну, не знаю, мне кажется, что здравый смысл все-таки должен возобладать. И я очень на это рассчитываю. Но если нет, то тогда вот в такой сфере, о которой я сейчас только что сказал, убытки будут нести прежде всего те, кто инициирует такие процессы. Мы понимаем, что нам нужно дополнительные ресурсы выделять на поддержку отдельных отраслей. Мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение – разбюрокрачивание экономики, создание условий роста для новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек. В этой связи могу сказать, что я очень рассчитываю на рост малого, среднего бизнеса, на инициативу, которая идет снизу, и на появление новых лидеров даже в России. Вот экономика обязательно приспособится к новой ситуации. Нельзя одно судно зафартовать, можно в другое. Нельзя в одну страну направить, можно в третью. Нельзя здесь закупить, можно закупить в четвертой стране. Это неизбежно. Мир сегодня сложнее, чем был в условиях Холодной войны, когда было два блока, и все перекрывалось какомовскими списками. Мир сложнее сегодня. И в этом сложном мире одной стране не удастся сохранить свое полное доминирование. Что сегодня происходит? Сегодня происходит слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза. Вот что главное. Главное даже не трагические события, происходящие на Донбассе и Украине. Ведь это не главное. Много раз говорят, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца. И там говорят, и у нас говорят. На самом деле так оно и есть. Вот в чем квинтэссенция происходящих событий. Экономика – часть этих событий, безусловно. Кто-то пытается сохранить свое доминирование, в том числе в экономике. Сделать это не удастся. Надо только посмотреть на тенденции развития мировой экономики за последние десятилетия. На объемы прироста экономики по паритету покупательной способности. Где лидеры? Каковы темпы? И все станет ясно. Поэтому лучше тем, кто вводит необоснованные ограничения, вовремя одуматься и принять спокойные, правильные, без всякой потери лица, сбалансированные решения. Вы знаете, Мария, я абсолютно поддерживаю мнение президента России, что эра многополярного мира закончилась. Однополярный мир не способен существовать. Мы будем исходить из простого. Философски, более сложно, президент это объяснил. У нас любая система тогда будет более устойчивой, если она будет опираться не на одну точку опоры или не на одну опору. Чем больше опор, тем устойчивая система. Что было бы плохого, если бы те же Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, как вторая точка опоры, Россия, Китай, возможно Индия, Если бы наша вся мировая система и наша планета держалась на этих четырех точках опоры, она что, менее устойчива была бы, чем опираясь на эту разрушительную, саморазрушительную одну опору в виде Соединенных Штатов Америки. Я думаю, этим все сказано. Что касается санкций, абсолютно поддерживаю, ничего хорошего в этом нет. Это лишние проблемы, это лишнее отнимает время. Да, мы отстроимся, мы найдем новую логистику, мы много чего нового найдем. Но на это надо время. И мы могли бы тратить это время на движение вперед, более быстрое движение вперед, нежели теперь. Нам приходится искать какие-то обходные пути, как-то выкручатся и так далее. Да, действительно, мир сегодня такой, что не получится кого-то придавить, а тем более такую огромную страну, как Россия, абсолютно самодостаточную. Но когда-то поверившие в глобализм и открывшие рынки для своих партнеров. Вот они себя повели соответствующим образом. Мы им говорим, хорошо, до свидания. Как в народе говорят, до свидос. Мы будем устраивать свою жизнь сами. И мы все можем. Мы очень много внимания сегодня уделили вопросам кооперации. Мы много говорили об общем рынке нашем. Я президент сказал, говорят, вот Беларусь, она не такая гигантская, как Россия, она поменьше. Но вопрос, мал золотник да дорог, вопрос не в этом. Вопрос, как часто говорит президент, в компетенциях. И смотрите, вот мы приехали сюда, оказывается, у гигантской России есть интерес к нам в области создания космических аппаратов, в области управления этой дурницей, по-народному говоря. Есть у нас эти компетенции, и Россия будет использовать их. И возьмите самое простое, в строительстве. В Советском Союзе Беларусь была школой для строителей. Самые лучшие строители были у нас в Беларуси. А куда они делись? Они и остались. И если мы сегодня по предложению президента Путина получим здесь подряд, в этом ничего плохого нет. Мы с Владимиром Владимировичем...